Привет! Сегодня, так как были праздники, после праздников пошел на новую почту, забрал свою посылочку. Я заказал себе вот такой автомобильный компрессор. Ну, компрессор немножко мощный. Этот компрессор позволяет до 10 атмосфер даже. У него производительность 90 литров в минуту. То есть, довольно мощный для грузовиков. Как бы мне, такой и не надо. Потому что давление шин в Лексусе 3 с копеечками атмосферы. В Москвиче там где-то 2. То есть, 10 атмосфер не надо. Но, заказал я не для подкачки шин, естественно, а совершенно для других целей. Значит, он мне нужен будет не сейчас, а позже. Это когда будет весна, будет лето. Я хочу на даче проверить, ну, поставить эксперимент и так далее. Это будет тепловой насос. Где купить выгоднее? Смарти сейл. Только у нас есть возврат части денег из любимых магазинов. Для этого нужно пройти регистрацию. Совершить покупку в любимом магазине. Получить кэшбэк. Радоваться и делать покупки снова и снова. Значит, существуют тепловые насосы для отопления. Они очень дорогие. Зависит, конечно, от мощности. Они стоят там по несколько тысяч долларов. А даже и по 5, и до 10 есть. Ну, смотря какой. Но, чем хорош тепловой насос? Тем, что он в 3, 4, а то даже до 5 раз тратится меньше электроэнергии, чем он отдает тепла. Он тепло отбирает с холодной, можно сказать, улицы. Превращает его в более высокую температуру, градусов 60, и греет помещение. И тратим мы где-то, ну, в среднем берем, в 3-4 раза меньше электроэнергии, чем поставить обычный обогреватель, который дает 100% тепла от 100% потребления электроэнергии. В тепловых насосах получается, как бы, вечный двигатель, что ли. Ну, это не так. Он потребляет, к примеру, 100 ватт, а тепла дает 300. Из-за того, что он с холодной улицы еще отбирает тепло и переводит уже в более высокую температуру. Вот, и греет помещение. Теплые полы делают на тепловых насосах. Это самый оптимальный вариант. Но для него надо, либо под землей, под огородом делать, на площадке закапывают большой змеевик с большой протяженностью труб для отбора тепла из земли. Либо, если есть водоем, у нас есть водоем. Либо на дне водоема прокладывают такие трубы и, естественно, туда пропускают жидкость. Она отбирает оттуда то тепло, которое есть. Здесь немножко на другом принципе. Значит, посмотрим, что здесь. Здесь у нас шланг с манометром. Ну, это же для подкачки шин. Манометр нам пригодится. Ну, это все пригодится. Для экспериментов пригодится. Вот, какой этот насос. Значит, он работает от 12 вольт, от аккумулятора. Вот. Значит, насос двухпоршневой. Довольно мощненький. Это не китайский. Потому что китайские долго не ходят. Это БелАвто. Это производитель Белоруссии. Там, в принципе, товары делают более-менее качественные. Для эксперимента мне это очень подойдет. Значит, буду смотреть, что и как. Его надо будет немножко по-другому подключить. По поводу этого теплового насоса, он будет брать, ему не надо ни змеевиков, никаких либо мощных воздушных теплообменников, как в кондиционерах мощных ставятся наружные там вентиляторы и так далее. Они охлаждают, либо отбирают тепло, то есть продувают воздух и отбирают тепло с улицы, и потом теплообменник уже, который греет в доме воду. Тут принцип немножко другой. Берется просто забортный воздух с температурой 0 градусов, либо даже минус 20 градусов. И этот компрессор сжимает этот воздух. Если он сжимает, берет с давлением в одну атмосферу, а сжимает до 10. Чистая термодинамика. Кто хочет, может посчитать. Есть формулы, есть интернет. Вопросов нет. Температура там повышается при сжатии вот этого воздуха до 400 градусов. Это при сжатии где-то примерно в 10 атмосферах. И этот воздух может быть закачан в теплообменник, а с него уже будет греться теплоноситель, который будет отапливать комнату. Значит, на эту мощность этого двигателя, этого насоса, этого компрессора, можно сказать, он потреблять мощность будет где-то до 300 ватт. Тепловой мощности он может давать киловатт. Естественно, для отопления дома киловатта маловато. Это отопление одной комнаты, либо двух может быть достаточно. Но это же будет просто эксперимент. Если он будет положительным, тогда покупается, естественно, помощнее. И он будет давать киловатт 7 тепловой мощности. Также он позволяет и работать в качестве охладителя, кондиционера. Значит, выхлоп у него, воздух будет, ну, теоретически, естественно, это в идеальном случае, будет около минус 100 градусов. То есть воздух сжимается, греется до 400 градусов. Мы отбираем, охлаждаем его. И дальше он при расширении тоже толкает поршень. Почему два? Один накачивает, а другой работает как детандер, если кто знает. Он выполняет работу. То есть часть вот этой работы возвращается назад. Поэтому коэффициент преобразования тепла и затраты электроэнергии должен быть по расчетам более 5, может быть 6. Ну, точно неизвестно, не буду ничего говорить. Эксперимент покажет. Вот. То выхлоп воздуха практически будет минус 100 с чем-то градусов. Это очень низкая температура. Естественно, этот воздух можно, как говорится, выдувать куда-то в помещение или что. Он будет смешиваться с обычным воздухом. Таким образом будет охлаждать. Но это в летний период надо охлаждать. Если же не надо его охлаждать, он выбрасывается на улицу. На улице будет минус 20 градусов, а мы выбрасываем минус 100 градусов. И улица уже будет этот воздух потом греть. Мы его дальше не берем, мы берем опять новую порцию воздуха минус 20, ну, минус 10, 0 и так далее. Ну, на улице мороз, допустим. Вот. А выбрасываем минус 100. То есть мы забираем с улицы температуру и греем этим образом помещение. Вот, в принципе, вкратце вот так. Значит, чуть позже я докуплю теплообменник. Значит, этот насос стоит тысячу... С копеечками 1020 или что гривен. Теплообменник, который для этой мощности подойдет, он тоже где-то в районе 1000 гривен. Мне обойдется пластинчатый, хороший. Это уже импортный, там, Италия, либо даже Германия, не знаю. Производителей очень много. Он очень маленький, но с очень громадной эффективностью теплообмена. Поэтому будем использовать вот такое. И, в принципе, вот это будет и все. Небольшая будет переделка, чтобы запустить вот это все. Но этот эксперимент, естественно, будет на даче, будет весна, лето. И по свободе будем это проверять, пробовать. Получится, дай бог. Нет, значит, останется у меня компрессор для других целей. Для покраски, для подкачки, чего-то там. А сейчас мы проверим работоспособность этого нашего насоса. Значит, я вот затащил квартиру-аккумулятор, который был у меня в машине. Это я купил еще для дачи, где буду делать бесперебойник. Ну, я на всякий случай его положил в одну машину. И для проверки вот его взял. Сейчас мы подключимся. Посмотрим, как работает этот насосик. Все, питание мы подключили. Сейчас еще подключим манометр. Ну, естественно, накачивать мне будет нечего. Вот, тут манометр тоже до 10 атмосфер. Вот, если видно. Сейчас мы... Вот так. Здесь он подключается. Ага, вот так. О, все. Соединили. Ну что, попробуем его включить. Шумит очень сильно. Скачает. Увы, получается, я не могу зажать пальцем, чтобы перекрыть. Может, тут откручивается. Сейчас посмотрим. Да, я хочу зажать пальцем. Смогу ли я удержать это все дело? Давление. И посмотреть, какое будет показывать давление. Но... Это приспособлено для шины. И пока не накрутишь на штуцер шины, я перекрыть пальцем не могу. Иначе нет уплотнения. Так, снять вот это. А, ну попробуем. Да, снимается все. То есть, вот теперь я смогу это перекрыть. Ну, смогу ли я перекрыть 10 атмосфер, ведь написано. Ну, пробуем. Посмотрим, какое давление. Качает? Довольно хорошо дует. Качает более 10 атмосфер. Вот, если видно. Круто. Он работает. И цилиндры двух компрессоров. Тут два цилиндра. Так, уже довольно теплые. Так что, эффект, увы, есть. И посмотрим, если что, пригодится в хозяйстве, если не получится этот эксперимент. Ну, как бы все. Вот так. Пока. Пока. Продолжение следует...